Одна из самых значимых техник КЭСов – это техника работы с причинами возникновения тех симптомов, с которыми мы сталкиваемся. Возьмем, например, некое послание, родовое послание. Родовое послание, например, «Не проявляйся, не высовывайся». Как пример, я беру просто пример. Что-то когда-то произошло в родовой системе нашего участника, и кто-то в его роду пострадал за яркое проявление в социуме. И тогда было в роду, было принято, предкам было принято решение о том, что проявляться опасно. Возможно, вы сталкивались и не раз с последствиями такого решения, когда вам, либо вашим клиентам, сложно заявить о себе, сложно выйти в социум, сложно сказать о том, что я знаю, как решать эту проблему, я знаю, как выполнить эту задачу, я могу вам помочь. Вот выйти и предъявиться, с этим могут быть большие сложности. И одна из часто встречающихся, на самом деле, корней причин – это некая ситуация, некое событие в родовой системе предка. Как это передаётся? На генном уровне запоминается программа, программа реагирования на уровни тела. Что значит программа реагирования на уровни тела? Маленькое лирическое отступление. Когда вы протягиваете руку к собаке, либо к крокодилу, либо к чему-то горячему, вы отдёргиваете её раньше, чем успели осознать, что вам грозит опасность, как правило. Вы протянули, крокодил ещё рот не открыл, вы уже руку отдёрнули. Вы тело считало, что вам грозит опасность, и отдёрнуло, да, сбежать, инстинкт сбежать, убраться. Наше тело подключено к полю бессознательного, вне зависимости от нашего сознания. И запускается программа, да, например, при необходимости заявить о себе, сжаться. И эти реакции, они прошиты на теле, их достаточно сложно отследить, ещё сложнее с ними что-то потом делать. Итак, эта реакция передаётся через поколение на наклеточном уровне, да, такая трансгенерационная травма, передающаяся через поколение. Наша организация построена таким образом, что тело ведёт. Что значит тело ведёт? Пример с рукой, да, вы вначале отдёрнули, потом, возможно, почувствовали эмоциональный испуг, и только потом дали себе объяснение, что это было опасно. Реакция, эмоциональный окрас, осознавание. Но первая была реакция. И вот эти вот послания, они передаются, мы их потом, конечно, объясняем головой. Но даже когда мы объясняем головой, можно как-то воздействовать на эмоциональный фон. Но воздействие эмоциональным фоном можно как-то воздействовать на телесные, да, отклики и реакции. Что делаем мы? Мы при помощи техники, при помощи карт, карты портала, либо карты нейропуть, мы переносимся в ту точку, где эта реакция была зарождена. И снимаем вот этот травматический заряд, давая правильные указания инстинктам. Снимаем этот травматический заряд и высвобождать, да, когда есть некий травматический заряд, там есть блок. Блок, который блокирует ресурс. Мы снимаем этот блок, высвобождаем ресурс и протягиваем этот ресурс через, да, здесь и сейчас нашего игрока, здесь и сейчас клиента. Соответственно, мы, уходя назад, высвобождая ресурс сзади, да, в предыдущих поколениях, переносим ресурс сюда. И таким образом мы не просто показываем человеку о том, что у тебя есть команда «не высовывайся». Да, у тебя проблемы, сложности с финансовыми какими-то вопросами, потому что ты не предъявляешься, потому что ты не заявляешь о себе. И, если бы мы просто показали, да, какая реакция, ну ок, я знаю, что я не предъявляюсь, чем ты с этим делаешь. И можно дальше надавать рекомендации, тебе надо предъявляться, тебе надо заявлять о себе, тебе надо, чтобы о тебе знали. Но если у человека есть эта программа, он как только начнет предъявляться, он заболеет. Или он попытается сказать, что-то сказать, и у него начнется сжатие, и он будет путать слова, и он будет прокрастинировать, и много раз откладывает то, что ему нужно сделать. Но если мы пойдем в момент зарождения этой программы и снимем ее там, и возьмем заблокированный ресурс, и переведем этот заблокированный ресурс здесь и сейчас человека, клиента, да, игрока нашего, тогда клиент берет этот ресурс и, ой, ему вдруг нормально о себе заявляется. Программа не действует, да, программа другая, появился ресурс, появилась возможность, не знание, что у меня проблема с деньгами, потому что я не предъявляюсь, не понимание, что да, мне нужно предъявляться, а импульс через тело, я предъявляюсь, я могу, мне вдруг не страшно заявлять о себе. И вот такие, это просто один из многих примеров, да, как работает. Мы идем в прошлое, находим момент зарождения этой программы, закрываем ее там, переносим ресурс в жизнь клиента, и клиент замечает изменения, что он вдруг по-другому реагирует. Мы закрываем бессознательные реакции и предоставляем участнику выбор, как можно реагировать по-другому, причем можно уже внутри него, этот выбор есть не на уровне сознания, а на уровне ресурсов в теле. Это одна и один из примеров, одна из техник. Часто, да, достаточно часто мы идем в прошлое, через порталы, через нейропуть, закрываем там, да, то есть уходим на уровень рептильного мозга, на уровень телесных реакций, меняем там паттерны телесных реакций и вводим это в здесь и сейчас клиента, окрашивая, поднимая это дальше, да, с телесных реакций, поднимая это на эмоциональный фон и давая возможность сделать другое решение, другие шаги уже в уровне осознания. Один из примеров. Еще один из примеров, которые, которые я люблю приводить, да, достаточно...